Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы покажем, как заменить на iPhone 6s Plus вибромотор. Приступим. Для начала нам необходимо открутить два нижних винтика. Далее отщелкиваем дисплейный модуль от корпуса. Рекомендуем это делать металлической либо пластиковой лопаткой. Не рекомендуем присоской, так как присоской вы отрываете дисплейный модуль от корпуса. Далее нам необходимо открутить еще пару винтиков. Вынимаем металлическую защиту и отсоединяем дисплейный модуль. Для этого отщелкиваем три шлейфа. Шлейф дисплея, сенсора и верхнего шлейфа. Все, мы отсоединили дисплейный модуль от корпуса. Далее нам необходимо открутить еще несколько винтиков. Убираем металлическую защиту. Откручиваем еще два винтика, которые держат вибромотор. И отщелкиваем его отпечатной платы. Далее его вынимаем. И устанавливаем новый вибромотор. Делаем далее все в обратной последовательности. То есть закручиваем два винтика. Устанавливаем металлическую защиту. И прикручиваем винтики. Если на вашем аппарате не работает вибромотор, в 90% случаев это проблема с самим вибромотором. То есть после его замены у вас скорее всего заработает вибрация. Но если она не заработала, а смотрите, нижний шлейф и печатаю платы на следы коррозии. Если в аппарате есть следы коррозии, их необходимо устранить. Ну, соответственно, могут быть проблемы еще на печатной плате. Как диагностировать аппарат мы расскажем в следующих уроках. Также в предыдущих уроках вы можете найти, так же как мы рассказываем про ремонт печатной платы и диагностирование ее. Все. Защелкнули дисплейный модуль. Печатное платье, то есть шлифа подсоединили. Теперь необходимо закрутить несколько винтиков металлической защиты. Не путайте винтики. У них разные размеры. Все. Защелкаем дисплейный модуль. Осталось закрутить два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как заменить вибромотор на айфоне 6s+. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.